К восьмой годовщине вхождения Крыма в состав России в республике сложились свои традиции. В этот день уже несколько лет подряд из Симферополя стартует автомотопробег. В нашем городе каждый год проходят праздничные мероприятия, а сейчас эта дата особенно актуальна. Сейчас ситуация сложная. Идет специальная операция по восстановлению мира на территории Донецкой, Луганской народной республики. Считаю, что это очень важный момент для всех нас, для жителей России, для всех граждан, проживающих на территории нашей большой многонациональной страны. Не должно быть развития фашизма и его проникновения на нашу территорию. А то, что мы видим и наблюдаем сейчас, конечно, это возврат в прошлое, возврат к нацизму, к фашизму. Этого не должно быть. Мы должны жить в мире с согласием. Люди должны свободно разговаривать на родном языке. В этом году мы не только празднуем Крымскую весну, но и выражаем свою поддержку жителям Донбасса, оставшим свободными и независимыми. Мы поддерживаем стремление России защитить братский народ Украины и скоронить на территории, граничащей с нашей страной, возрождающейся фашизм и национализм. Нам надо России наконец-то уже знать, что мы сможем с флагом со своим выступать. Уже ни культура, ни спортсмены, ну что такое. Нас везде просто заткнули, нас как будто нет. Огромная страна, держава, и нас оттесняет, оттесняет, оттесняет. Сколько можно. Уже давно нужно было о себе заявить. Ой, у меня даже мурашки бегут. Мы мощная страна, мы сплочаемся, когда тяжело. И мы должны показывать сейчас, что мы с нашими ребятами, которые там и гибнут, и страдают, и защищают нас. Чтобы мы здесь спокойно могли солнцу радоваться, с флагами ездить, их поддерживать. И чтобы вообще наша страна в дальнейшем опять обрела то уважение, чтобы к нам прислушивались. В связи с событиями в 2014 году, то есть вот наглядный пример того, что бы могло произойти именно на нашей территории. С учетом того, что да, планы были, вторжение и в Крым, и на Донбасс, и в Россию в частности. И то, что вот мы сейчас делаем, это правильно. Вообще я всегда принимаю участие в таких акциях, так как я считаю, что я патриот своей страны, что все должны граждане Российской Федерации быть патриотами. Без патриотов не существует государство. То, что произошло такое значимое событие 8 лет назад, присоединение Крыма к России, то есть он вернулся к себе на родину, побывав в гостях, так скажем. На самом деле это очень знаменательная дата, которая вошла в историю новейшую нашего государства. У ФОК-лидер автомобили выстроились в символичную букву В, только вперед. Автомобилисты наносили на свои транспортные средства букву З, лозунги за победу, устанавливали флаги. Далее колонна проехала через город до Дома культуры. Прохожие из встречной машины поддерживали заезд, махали, снимали на телефоны и сигналили. Эту дружную патриотическую атмосферу не передать словами. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Жители собрались у мемориала павшим землякам, чтобы поклониться бессмертным и бесстрашным. Прошла минута молчания, а после – возложение цветов. ПЕСНЯ Завершающим этапом флешмобы стал концерт в городском парке. Горожане пришли, чтобы выразить поддержку народу Крыма, а также российским военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине. В руках у многих были плакаты с лозунгами и флаги. Сегодня особенный день у нашей страны. Историческое событие, которое произошло 8 лет назад, заставило говорить о торжестве справедливости, солидарности и высокой миссии заступничества России. 18 марта 2014 года был подписан договор о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации. Все жители Крыма без исключения автоматически стали гражданами России со дня принятия Крыма в состав Российской Федерации. С приветственным словом гостям праздника обратилась первый заместитель главы Людмила Шапар. Ну, невзирая на прохладный мартовский день, он солнечный, у нас с вами в душе хорошее настроение, потому что сегодня, по случаю этого важного дня, мы отдаем дань уважения нашим воинам, которые выполняют военные операции за мир, за наше будущее. И поэтому, празднуя этот день, мы сегодня желаем нашим воинам, которые выполняют свой долг, мы желаем им здоровья, скорейшего возвращения и мира на земле. С праздником вас, дорогие! Учащиеся кадетских классов школы 14 выстроились в букву «З» за победу, гордо держа в руках развивающийся российский флаг. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова